Друзья, всем привет, с вами Никита Зилы и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свопа агро. Прошлая серия, друзья, увы, у меня с похеренным звуком оказалась, поэтому был там такой таймлапс, он, короче, даже я его решил в плейлист этот не запихивать, потому что ну его нафиг. Вкратце расскажу, что мы сделали в прошлый раз на таймлапсе, если кто-то не видел или решил не смотреть это говно. Мы купили, друзья, компост мастер и базу. Не знаю, зачем нам база, в общем-то, я хочу, чтобы она у нас была. Ну а компост мастер, чтобы делать, соответственно, компостик. А также купили вот такую замечательную бочечку для биогаза и вот такой вот трактор GCB, который ездит 60 км в час, он у нас будет заниматься перевозкой. Потому что, ну, есть там, в общем-то, свои приколы, если татру пускать по маршруту, записанными на тракторах и наоборот. В общем-то, этого прицепа вполне пока что хватает на всем, так что по курсплею у нас замечательно работает и GCB. Разумеется, также мы собрали урожай, покосили поле, у нас была посеяна пшеница, по-моему, мы собирали. И вот ее почти 200 кубов нынче есть. И у нас дохрена солома, которую я собирался переделать в компост. И, в принципе, я даже немножко отвез, немножко биогаза мы туда отвезли, самой малости, немного соломы. И у нас есть 62 куба компоста. Но, друзья, прикол в том, что цена на компост, ага, поднялась. Была 109 этих самых, 109 евро. И я прям расстроился, когда это увидел. Потому что солому, ну, переделать компост за 109 евро, это такое себе. За 600 я еще согласен. Солома так-то за сотку где-то продается при хорошем раскладе. А, тогда это все менять. Тогда, в общем-то, будем продолжать сбивать это все дело. Также у нас уже есть немало таксилоса, я скажу. Больше 500 кубов. А также, вон, травка тоже с ней все хорошо. Силос еще вырабатывается. На складе травы у нас осталось совсем мало. Но мы сегодня, конечно же, покосим. И будет опять у нас там на складе около 700 кубов. С этим делом все хорошо. Вообще, я думал сегодня заняться лесопилкой. Взять пилораму и производство поддонов. Попилить лес. Соответственно, запустить все это дело. Но, так случилось, что в параллельном прохождении по Зеленой долине, собственно, последняя серия на эту тему же и была. Поэтому, дабы не повторяться, я решил отойти немножко от плана. И без поддонов у нас, в принципе, неплохо будет работать еще и карьер. Поэтому, сегодня я собираюсь приобрести его. Вопрос только, сколько он стоит. Если он будет стоить лям, это будет не очень хорошо. А он стоит лям 300. Это прям фейл. Вопрос, что мы можем продать, чтобы заработать еще 600 косарей. Ну, кроме базы. Есть до хрена сейчас контрактов на удобрение и на тюкование. Но это, в общем-то, все останется на потом уже мне лично. Можно, в принципе, собрать урожай и сделать. И пока его продать. Можно продать силос. Биогаза, кстати, у нас пока что немножко есть. 104 куба биогаза. И еще 30 тысяч литров силоса там лежит. Что тоже, в принципе, позволяет ему работать. Может, силос продать? Или солому просто продать всю, как она есть. Сколько мы с нее получим? На сарае она по 84 евро. Можно запустить курс плей, чтобы он со склада сразу на сарай продавал. И будет нормально возить, продавать. Пшеница сейчас неплохо стоит. Но тут где-то 1150 у нас будет пшеница. Плюс то, что соберем. У нас, кстати, есть лаванда, по-моему, да? Не, у нас лен. У нас есть лен, который можно продать за 1300. Еще сотка, допустим. Хорошо. 250. Но пока что так, примерно тысячи есть. Блин, я все-таки возьму калькуляторы и посмотрю, сколько мы соломы можем продать. По такой цене 180 тысяч у нас получится на соломке. Все равно мало. А, кстати, о силосе. Сколько стоит нынче силос? На биогазе 360. У нас там есть 500 кубов. Но деньги мы на биогазе получим за него только завтра. То есть в полночь. Но это еще 180 тысяч так-то. Ха. Или не париться и идти по плану. Или, друзья, знаете, есть еще какая мысль? Есть у нас также нефтяные скважины, на которые нам хватает денег. И их тоже надо скоро будет покупать и копить деньги на НПЗ, которые стоят почти 2 ляма. С урожаем расставаться просто не хочется. Там 2 ляма, в принципе, мы на контрактах сможем поднять. Тут удобрения много, тюкования до хрена. Времени, конечно, на это много уйдет. Но чего ради вас не сделаешь-то, а? Зрители, вы мои любимые. Ладно, друзья. В общем-то, тогда действительно давайте возьмем нефтяные скважины сегодня. Покупаем. Соответственно, отвезем туда биогаз, который у нас уже есть. Замутим уборку поля по костровы, это само собой. И замутим перевозку соломы на компост мастер. Пофигу, что я в прошлый раз решил, что он сильно дешевый. Нормально. Имеет смысл, в общем-то, это все делать. Организуем перевозку силоса на базу, которая уже есть. В общем-то, да, все нормально. Работа, в общем-то, есть. Так что, давайте начинать тогда. Ах, да, друзья, совсем забыл. У нас же еще лошадки есть, которые потиху развиваются. И тоже уже времени прошло много с тех пор, как мы виделись с ними последний раз. И они уже прокачаны на 75%. По еде, по воде у них пока что все нормально. Овса вообще много. Он как-то медленно расходуется. Сено расходуется быстрее чуть-чуть. Я отключил мод на автопополнение воды, соломы и очистку. В общем-то, что-то как-то он меня раздражал какими-то ошибками своими. Видимо, то ли с загоном они вместе не ладят, то ли еще что-то. Короче, будем им подвозить воду и солому. Но они, скорее всего, до конца прокачаются, прежде чем у них это все дело закончится. Сено еще может быть кончится, но вода и солома, мне кажется, у них хватит до продажи лошадей. В принципе, пара дней, по сути дела, осталось. Так что, скоро поимеем бабло с лошадок. А мы тогда запускаем парней в работу. Первым пойдет работать наша любимая косилочка. Для нее есть маршрутик по коз травы. И для нее есть маршрутик трава-база, который мы тоже добавляем. И со стартовой точки запускаем все это дело. И они, в общем-то, прекрасно работают. В смысле, эти маршруты. Уже не первый раз мы косим это поле. И все, в принципе, без сучка, без задоринки. А также надо поставить уборку поля. Что у нас тут опять? Пшеница растет, да? Я на самом деле не помню даже, что сюда сажал. Как-то все мимо меня это дело прошло. Но ничего страшного, нам любая культура пригодится. Маршрут на уборку у нас тоже есть. Загружаем его. Да, он чуть-чуть сзади. Ничего страшного. Отгоним комбайн. И со стартовой точки запускаем все это дело. Он пойдет работать. Все у него будет зашибись. Вот этого пацана, которого мы брали для перевозок, мы ставим работать вместе с комбайном. Для него тоже есть хороший маршрутик. Поле 0.7 база. Да, в прошлой серии, которая вышла в виде таймлапс, мы этот маршрут переписали. Сейчас он не проходит через пополнялки сейлок и удобрялок. Я их потом перемещу на базу. А может быть и сегодня даже. Потому что там на той базе были перестройки. В общем-то, я решил, что поближе к полю все эти пополнялки, мне кажется, будут правильные. В общем-то, этому пацану работа с комбайном. Выставляем комбайн и давай со следующей ближайшей точки. Он сразу ищет комбайн для работы. Какой молодец. Ну, в общем-то, они должны справиться. Наша же тогда задача сейчас перевести биогаз и заполнить им нефтяные скважины. Поэтому поехали. Смотрите, в общем-то, у нас тут бочка на 30 кубов. Давайте посмотрим вообще, сколько вместяные скважины их влазит. 100 тысяч литров. Тут получается у нас 5 скважин. Они будут работать параллельно все. И в каждую из них будет набиваться вот эта вот самая вместимость 1 миллион литров. Но, черпать биогаз они будут из одного хранилища. То есть, вот эти 100 тысяч литров, они будут распределены на все вышки. Как-то так. По крайней мере, так было раньше. Как сейчас сделали, я, честно говоря, еще не тестил. В общем-то, заполняем биогаз. Вообще, теоретически, с такими менюшками должен даже курс-плей работать. Может, попробуем? А давайте реально попробуем. Вот, начать запись маршрута вот отсюда. А, фиг там плавал. Эти бочки не будут. А, перевозка жидкости есть. Но, нам надо, чтобы была доставка. Оно не будет работать. Ладно, а жаль. Это не совсем перевозка жидкости просто. Вот сейчас наша Татра офигеет от веса. В общем-то, погнали. Отвезем три бочки. Так, теоретически, здесь должно появиться другое меню. О, вот такое. Да, все работает. Это сразу же загудело. И вышки погнали качать нефть. Здорово, слушайте. И анимация, и звук такой слышно, что они там качают. Уже вон 66 накачали. 66 литров нефти. А с какой скоростью они качают? 4 тысячи литров в час. Слушайте, так это очень быстро. Реально будет очень быстро. Просто в 17-й ферме реально очень долго все это дело качалось. Надо было чуть ли не заранее это все делать. Чтобы потом хоть как-то топливо производить или эти мешки. Хорошо. Я, в общем-то, вас мучить не буду. И быстренько отвожу сюда еще два прицепчика. И знаете, друзья, я таки решил остатки биогаза, которые у нас остались на БГА, отвезти на компост мастер. Пускай и дальше перерабатывается компост. Сейчас мы, как только освободится какой-нибудь прицеп, запустим ввозить его соломку сюда. А пока прицепы у нас заняты, надо еще вывезти с ферментатора весь силос к нам на базу. Для этого мы поставим работать мана. Это будет такой временный одноразовый маршрутик. Я, в общем-то, его несложно будет записать. Там близко. У нас, кстати, еще зил есть, который может тоже что-нибудь возить. Точняк, давайте-ка мы, может быть, еще и зилка запустим тогда солому возить. Или наоборот даже. Да, ман у нас будет возить солому, в него больше вмещается, там ее больше надо перевезти и вообще. А зилка мы запустим возить травку, почему нет, возить силос точнее. Загружаем соломку, да ее у нас дохрена. И, соответственно, нажимаем начать запись маршрута. Мы сохраним этот маршрут точно так же, как и прошлый, только сделаем пометку, что он у нас для мана. То есть татры, неважно. Загрузились и поехали. Да, вот здесь вот, конечно, немножко опасненько и не очень удобный подъезд. Но ничего не поделаешь. Нужно подъезжать. Насыпаемся и сразу же все зашуршало и загудело. У нас пошел дальше производиться компост. Компост мы можем продавать только в садовом центре, но мы его все равно потом будем возить на базу. Потому что потребуется он также еще и для производства, для разных. Пока что, конечно, только продавать будем, но впереди теплички, все дела. Так, вот и здесь мы этот маршрут, запись этого маршрута прерываем и сохраняем его как солома, компост, ман. Пофиг, что татра, у нас будет ман. И, разумеется, выставляем его сразу же работать. Возить ему нужно будет солому и бесконечное количество рейсов, потому что ему много, в общем-то, надо здесь будет. Загружается, в общем-то, я не сомневаюсь в том, что у него все будет хорошо. А мы же тогда перенесемся к нашему зелку. На самом деле на этот прицеп можно нарастить борта и тогда в нем тоже можно будет возить всякое сыпучее... Всякое. Поэтому давайте, в общем-то, его еще и заправить не помешало бы. Оставляем прицепчик вот тут, а сами едем заправлять зелка. Вот так вот. Не вот так вот, все. Он у нас заправляется, а мы идем наращивать борта в нашу мастерскую. Здесь есть кнопочка вот настроить. Соответственно, можем выбрать конфигурацию. Некоторые у нас уже куплены. А, у нас все куплены. Замечательно. Вместимость 12 тысяч. Вот так вот. И теперь эта штука может спокойно перевозить все, что можно в сыпучем виде себе представить. Соответственно, поехали тогда замутим маршрутик на Силос. Здрасте. Дружище, а что ты это самое? Молчишь еще самое главное. Тоже мне косильщик нашелся. Давай с ближайшей точки. Надеюсь, больше так не будешь. Самое главное, молчит. Уперся в стену и молчит. Ну и ладно. В общем-то, мы здесь за другим приехали. Давайте-ка, наверное, с обратной стороны будем подъезжать. Вот так вот, например. И знаете, кстати, что? Здесь нету меню вот этого. Начать заполнение с выбором культуры. Я понимаю, что что тут выбирать? Сила столько. Просто на самом деле у биогаза, например, тоже только биогаз и так далее. В общем-то, надо, чтобы эта менюшка была на самом деле. Блин, может тут что-то не сработать. И это будет плохо. Ну ладно, попробуем. Давайте запишем тоже маршрутик. С выгрузкой на базу. Погнали. О, а Татра уже съездила, разгрузилась. И вон еще раз загружается. Уже вторую ходку будет делать. Нам же надо вот здесь разгрузить силос. Только силос у нас, по-моему, на втором триггере разгружается. Если мне память не изменяет. Да, силос у нас разгружается тут. С одной стороны, клево, конечно, то, что он быстро наполняется. Но с другой стороны, сами понимаете. Может там триггера на каком-то другом скрипте. Другие триггера. Я, в общем-то, не знаю, как это работает. Но с курсплеем эта штука может явно не подружиться. Ну и вот здесь мы этот маршрут прерываем. Сохраним его на всякий случай. Будет он называться силос база. Вот так вот. Соответственно, ставим перевозку. Ставим возить силос. Хотя, других вариантов же не может быть здесь, правильно? Ну и давай со следующей ближайшей точки. Но он заполнился. Но я, друзья, хочу проконтролировать. Поэтому один кружочек мы за ним наблюдаем. Везение, друзья. Безусловно, везение. Какова была вероятность, что они здесь столкнутся? Не очень высоко. Но они столкнулись, потому что им пофигу. Давай, погнал дальше. Слушайте, работает. И это, в принципе, хорошо. Оно не работает так, как должно быть. Он не приехал, не показал заполнение. И заполнился он только за счет того, что очень быстро идет наполнение кузова. Точнее, выгрузка с завода. Если бы был прицеп побольше, он мог бы просто не успевать. Он будет там пролетать, но он будет сыпаться. Вот сколько успеет. Если бы был на миллион литров, например, прицеп, он бы не успел его закончить. Ну ладно, у нас 12 тысяч. В общем-то, он будет заполняться и будет справляться с этой работой. Так что пускай ездит и возит силос на базу. А мы тогда просто ждем, пока уберется поле или скосится трава. Но поле вроде как уберется чуть-чуть быстрее. Они там примерно одинаково по времени работают. Не помню, кто быстрее. То ли трава, то ли поле. Но, в общем-то, не важно. Скорее всего, друзья, конечно же, поле. Потому что неизвестно, сколько там косилка простояла, уперевшись в наш ферментатор. Пока мы ее оттуда не убрали. И, в общем-то, первой у нас закончилась уборка поля. Что, в принципе, и ожидалось. Так что давайте отправляем на разгрузку сейчас тракторочек, который поедет и разгрузит последнюю пшеничку. Давай. Соответственно, здесь мы маршрут даже сбросили. И можно, в общем-то, складывать комбайн. И погнали, поставим его на базу. Все, друг, стой здесь. Главное, не забыть тебя еще заправить перед следующей уборкой. И, ну, кстати, есть косяк силосам все-таки. Видите, в левом верхнем углу самая первая строчка – это наш Зил. Он стоит. И если мы на него переключимся вот таким вот образом, то он сразу начинает засыпать. Короче, он засыпает только если мы в нем сидим. Засыпает кузов. Поэтому этого пацана мы с маршрута сейчас снимем. Я его так контролить, честно говоря, не очень хочу. У нас сейчас там, получается, на ферментаторе 414 кубов силоса, 415 и 578 кубов травы. Как раз, как только переработать трава, будет лям. И тогда я уже каким-нибудь большим прицепом это все дело перевезу, когда будет свободное время. Может быть, за кадром, когда буду контракты выполнять. Может быть, на стриме мы этим позанимаемся. Но, в общем-то, я не очень хочу этим заниматься. А мы тогда Зилка сейчас тоже поставим работать. Запишем еще один маршрутик ему. Косилос надо высыпать, разумеется, отсюда. У нас есть 394 куба пшеницы. И мы в самом начале этой карьеры купили себе сепаратор. Поставили. Да, просто купили. Сделали мы это для того, чтобы очищенное зерно потом продавать. Оно дороже. В принципе, уже нет особой надобности его продавать ради денег. Но очищенное зерно нам все равно понадобится в ближайшее время. Может быть, не то, чтобы завтра, не послезавтра. Но оно нам понадобится. Поэтому мы сейчас всю пшеницу поставим перевести на сепаратор. А следующей серии отвезем обратно. Оно, вроде как, должно будет переделаться к следующему разу. Хотя там увеличили сейчас вместимость. Там теперь 500 кубов влазит. Вы помните, сначала сотка была. У нас не было даже склада на тот момент. В общем-то, были проблемы. В любом случае, давайте начать запись маршрута. И погнали запишем маршрутик на сепаратор. Продолжение следует... Вот так вот. И здесь мы запись прерываем. Сохраняем его как зерно. Сепаратор он будет называться. Вот так вот. Ставим, в общем-то, возить ему пшеничку. Да, понятно, он за эту серию ничего не успеет. Но мы закончим на стриме. Ничего страшного. Главное, чтобы заполнился. Разгрузится он там точно. Разгрузится. Да, вот заполнение. Видите, вот эта надпись снизу заполнения. Ее нету на ферментаторе. Он на каком-то другом скрипте. То есть он вроде как на глобаловском скрипте. На глобал кампани. Но что-то там не то. С триггерами. Надо, короче, поискать. Будет другой ферментатор. В котором будет вот эта надпись. В которой будет появляться менюшка. Что загрузить. Оно обязательно, скажем так. Вот этот пацаненок закончит работать минут через 7. И... Ну, написано 7 минут ему косить. Но еще надо будет отвести, наверное, 3-4 прицепа. В общем-то минут 15-20 ему еще точно потребуется. Как-то интересно он тут-то... А-а-а. Это уже выросла свежая травка чуть-чуть. Я-то думаю, что он тут покосил. Как-то не так. А это уже несколько квадратов свежей травы выросло. Вот так вот. Быстро трава растет. В общем-то к нему попозже переключимся. У нас получается сейчас бездельничает наша GCB-шка. Прервем маршрут. А сколько, кстати, у нас на складе силоса? 180 кубов успел отвести. Надо все это дело тоже переработать обратно в этот самый. В биогаз. Но этого парня ставить на такую работу тоже не особо хочется. Знаете что? Пускай он тоже в пшеницу возит. Почему нет? Там реально много ее надо перевести. И по 12 кубов зилу реально тяжело будет. Вот, дружище, смотри, вот отсюда поедешь работать по маршруту зерно-сепаратор. Будешь загружать пшеницу и со следующей ближайшей точки ехай. Вот так вот. А мы тогда давайте еще, пока есть время, займемся теми перестановками, которыми я собирался заняться. А именно поставить сюда пополнялки сейлок, удобрялок и извести и убрать их с базы. Потому что они там нахрен мешают. Давайте сначала уберем старые. 4 тысячи всего лишь за них получаем. Ну и ладно. Немного теряем на самом деле. Станция погрузка извести тоже. Давай. И сейчас сразу же ставим все свеженькое. Но у нас находится впрочем. Только я, честно говоря, до сих пор не придумал куда. Давайте начнем с семян. Надо ставить где-то на базе, где никому не будет мешать. Где рядом ничего не будет. И я не знаю куда. Можно, кстати, в принципе, и вот сюда вот, например, их пнуть. По эту сторону от забора. У нас все равно пока что одно поле только. Не знаю. Тут все, короче, сложно с этим. А может давайте действительно, короче, вот сюда вот пнем для семян. Далее у нас Solid Fertilizer. Это у нас удобрения. Давайте их на базу поставим. Мы, по сути дела, только на базе и заправляемся этой штукой. Потому что, как правило, хватает полного бака удобрений. Вот сюда вот пнем ее. И норм будет, да? Да. А станцию погрузки известия поставим вот здесь вот на въезде. Чтобы она никому не мешала. Давайте вот здесь вот. Во. И будет нормалды. Это сэкономит, во-первых, кучу времени. Потому что рядом с полем это все дело находится. Ближайшее, точнее, следующее поле, которое мы будем брать, это будут поля 5-2. Они тоже здесь рядом. Не надо будет ездить, короче, далеко за пополнениями. И, в общем-то, можно, в принципе, тогда поставить в работу зелка, который будет поле удобрять. У нас пока мы не можем поставить сбор соломы, но можем удобрить поле. И что-то сильно пролагало на базе. Господи, что не так? Да, трохи стала подлагивать карта местами. Сейчас 60 фпс, все нормально. В зил сели. Ладно, давайте заправим удобрения и поставим удобряться в поле. Так, стой, друг. Генерируем тебе маршрутик, как обычно. Поле номер 7, поворотная полоса, две штуки по кругу. Сглаживать 100. Генерируем. И вуаля. Есть маршрут. Давай, друг, со стартовой точки, как обычно. У тебя низкий уровень топлива. Нет, так не пойдет ни хрена. Поехали, заправим. Давай, со стартовой точки, погнал. Вот удобно было в 17 ферме, когда у тебя низкий уровень топлива, там прям красным количество литров баки показывало. А тут без мода, во-первых, не видишь сколько литров, ни расхода, ничего. Неудобно сделали вот это. Как бы красиво, но неудобно. А тем временем подходит к концу покос травы. И это хорошо. Я уже заждался. Давай, друг, последнюю. Последнюю полосочку. Молодец. Прерываем маршрут и складываем косилку. Поехали тогда сами разгрузим и поставим собирать соломку, наконец-то, этот прицепчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и как вы поняли, на соломку мы ставим нашего друга Джонни. Давайте-ка загрузим ему, соответственно, маршрут по уборке и поле 0.7 база. Соответственно, разные полевые работы со стартовой точки. Давай, дружище, погнал. Мы в тебя все верим со всей силы. Да, ему тут работа, конечно, надолго, но ничего страшного. В общем-то, друзья, а эти на базе тоже катаются, возят пшеничку. Сейчас, кстати, скоро догонит уже ЗИЛ этого самого, потому что ЗИЛ ездит чуть-чуть быстрее, чем фасттрек, чем трактор. Плюс набирается тот быстрее, но он, правда, больше возит. Ну, ладно, это все такое. Куча бесполезной информации. Короче, друзья, они еще немножко у меня сейчас тут поработают, но, разумеется, всю свою работу до конца выполнить они не успеют. И мы с вами продолжим все это делать на стриме, который когда-нибудь скоро будет. Эту работу и плюс у нас дохренища контрактов. Наше любимое удобрение, поудобряем все, тюкование, в общем-то, все, как мы любим. Ну и, как обычно, поболтушечки. В какой-нибудь из выходных дней, не знаю пока в какой, может даже в пятницу. А может быть и не один стрим будет. В общем-то, посмотрим. Я пока еще ничего не решил, но когда-то я все это планирую все-таки сделать. Прикольно, у меня на руле можно переключать. Хей, не знал. Вот, а еще скоро лошадки у нас будут. Я уже жду, не дождусь, когда мы их продадим и станем богатыми-богатыми. Но это все потом, не скоро. Что я хотел сказать-то? Не забудьте лосик-то поставить, е-мое. Я знаю, вам не сложно на кнопочку снизу там тыкнуть и все. А у меня настроение поднимется, между прочим. Да-да-да. В общем-то, друзья, чтобы не пропустить стрим, подписывайтесь на канал. Если вы еще этого не сделали, нажимайте колокольчик. В принципе, для того, чтобы вот стопудово его не пропустить, можете вступить в группу ВКонтакте. Ссылочка, конечно же, в описании есть. И там можно нажать на кнопочку включить уведомления. И, короче, все анонсы всегда я туда высылаю. Или же подключиться к нашему каналу в Дискорде, который тоже есть. Ссылочка и там тоже анонс всегда бывает. Если не хотите, в общем-то, это все дело пропустить. Ну и, конечно же, пишите ваши комментарии. Куда же без них. Всем, в общем-то, спасибо за просмотр. Всем всего доброго. Пока-пока.